Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». В студии работает Ларина Сукуева, за режиссерским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов. Каждый год День медицинского работника отмечают в России в 3 воскресенье июня. Почитают всех тех, кто дал клятву Гиппократа, это врачей, медсестер, фельдшеров. В этом году этот профессиональный праздник выпадает на 16 июня. И в честь этого дня сегодняшний выпуск мы посвящаем Дню медика. Сегодня в нашей студии мы поговорим с врачом-нефрологом о заболеваниях почек и детским врачом-эпидемиологом. Так что, если у вас есть вопросы этим специалистам, смело звоните нам в студию, задавайте их. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Наш телефон студии прежний 320066-32166. И, конечно же, у нас работает WhatsApp номер, я напомню его цифры, плюс 7-411-232-0066. Итак, о работе почек, а также об их болезнях. Сегодня нам расскажет Марфа Бурцева, главный врач Центра современной нефрологии «Идеализа», отличник здравоохранения, учредитель некоммерческой организации «Тулур». Марфа Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите для начала, как распознать, что почки стали плохо работать? Здравствуйте. Значит, вопрос о том, что почки стали плохо работать. Здесь должен человек прислушиваться к своему организму. Значит, наш организм даёт сигналы. И, значит, каждый день мы очищаемся. Очищаемся. У нас происходит очищение в виде, значит, мочи, ну, допустим, скажем так, ну, поскольку доктор, я обязана, наверное, такие вещи говорить же, да, в виде мочи, в виде кала. И мы должны за собой наблюдать, какого цвета у нас моча. Встаём ли мы ночью мочиться? Сколько раз встаём мочиться? Если мы мочимся, то моча какого цвета? Пенистая, не пенистая, в каком количестве? С ощущением неполного поражнения у мочевого пузыря? С болезненностью? Значит, с изменённым цветом, да, например, бывает при патологии почек мочеполовой системы, значит, цвета такого густого чая, скажем так, да. Если пенистая, это уже тоже сигнал. Нужно уже сдавать анализы мочи. Плюс идёт, значит, сигнал общего состояния. Утомляемость, да. Утомляемость, ну, например, до обеда человек хорошо себя чувствует, к обеду уже устает, и после обеда уже хочется только полежать, поспать. И вот эти сигналы, да, в связи с чем это? Не только с почками, это в связи и с патологиями других органов может быть. Значит, отёчность. Отёчность может быть, она повсеместная, но сигналы — это вот, когда видишь человека, общаешься, мешки под глазами, мешки под глазами, и говоришь, спрашиваешь, я, например, как доктор, когда я у человека вижу мешки под глазами, я спрашиваю, давай, когда последний раз УЗИ делали, когда последний раз анализы сдавали, давайте сдадим, посмотрим, что происходит. Вообще, в принципе, в медицине патологию почек выявить не так уж и сложно. Это не настолько высокотехнологическая процедура, скажем так. Поэтому каждый год, значит, проходить нужно диспансеризацию, и диспансеризация, если мы проходим, то видим, значит, определённые... Если мы видим определённые изменения анализов, то нужно уже здесь заниматься. Вот вы не зря сказали, что нужно прислушиваться к своему организму, потому как я знаю, что болезнь почек называют тихим убийцей, да? И вот скажите, пожалуйста, а как часто обычному, среднему, скажем так, здоровому человеку нужно ходить в туалет в сутки или, может быть, за ночь, чтобы считаться здоровым человеком? Это зависит от количества выпитой жидкости. Сейчас мы в жару, вот сейчас как раз жаркая пора, значит, идёт, значит, лето. Если мы в жару много пьём, в жару у нас не только почками выделяется вода, мы потеем, и в результате вода выделяется и через слюну, через слёзы даже, да, через мочу, через пот, то, значит, мы испытываем сухость во рту, испытываем жажду, и в результате, если человек, ну, литрами выпивает, да, за раз, конечно, почки нагружаются, но работают. Вот мы сидим сейчас, беседуем, у нас почки работают. Они промывают, прочищают, фильтруют, работают, нашу кровь очищают. Вот, и всё зависит от количества выпитой жидкости. Сколько мы выпили, не ровно столько же, но 75-80% от выпитой жидкости, оно должно выделяться. Потом сигнал то, что если человек встаёт ночью часто, и когда человек приходит и жалуется, что я ночью встаю часто мочиться, я спрашиваю, в какое время, ну, не в какое время, а после, до сна, в течение какого времени вы сколько выпиваете. То есть перед сном за два часа, ну, нельзя много пить воды, чтобы спать спокойно ночью самим и не вставать, и чтобы почки не нагружались. Вообще, в принципе, человек до, не зря, вот говорят, до шести, до семи кушать, да, и после шести семи не есть. Это не только худеющим, следящим за фигурой, скажем, там, женской половине, да, это всему человечеству так надо подходить, к своему здоровью, поскольку позднее питание, позднее употребление пищи, тем более тяжёлой пищи, там мясо, чего-нибудь такого, да, чтобы работа идёт внутренних органов, она, ну, таком, скажем так, нагрузке. То есть ночью человек должен отдыхать, не только мозгами, да, не только вот спать, а во время сна идёт переработка вот этой, значит, употреблённой пищи. Поэтому после, самое позднее, после семи вечера, значит, уже в рот ничего не класть, не проглатывать, и за два часа до сна не пить обильно, чтобы вот ночью. А если уже и после этих рекомендаций человек встаёт, то уже здесь нужно искать патологию. Патологию, то есть сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ почек сделать, и вот довольно-таки на этих, значит, анализах можно увидеть, поставить диагноз определённый. Вот вы говорили про вода, а сколько нужно пить человеку? Очень часто вот слышится полтора литра в день. Это так или нет? Здесь зависит от массы тела. От массы тела. Полтора литра, ну, в общем, полагается, что нужно, значит, ну, принято считать, что 30 миллиграмм на килограмм массы тела. Ну, умножьте, если человек 100 килограмм, значит, 30 миллиграмм на килограмм массы тела. Но если у человека есть патология почек, то есть почки, если не выводят мочу, значит, мочи в меньшем количестве, или же люди с патологиями почек, с болезнью, хронической болезнью почек вообще мочи отсутствуют, им, конечно, вот большое количество воды не рекомендуется, потому что то, что выпивают, оно всё, значит, в тканях остаётся, организм и остаётся, и люди отекают, и тотальный происходит отёк. Поэтому всё зависит индивидуально, но здоровому человеку 30 миллиграмм на килограмм массы тела. Я вас поняла. А какие основные заболевания почек встречаются у людей? Ну, основные заболевания – это воспалительные заболевания, очень часто и в нашем регионе, и в целом, вообще по частоте заболеваемости – это биолонефрит, это воспалительные заболевания, воспаление происходит бактериального происхождения, вирусного происхождения, это поражение чашечной лоханочной системы, есть заболевания гламиролонефрит, гламиролонефрит – это поражение, значит, нефрона, нефрон – это клубочки, клубочки сосудов, мелких сосудов, где происходит фильтрация. Это такой маленький орган, который в почке находится, и этот орган – это фильтр, это фильтр. Через вот этот нефрон у нас фильтруется вот наша кровь. Вот. И, значит, есть иммунологические заболевания, есть вирусные патологии, есть генетические заболевания, редкие генетические заболевания, да, которые передаются, ну, скажем, по генам. А вот что может спровоцировать болезнь почек? Вы сказали, вот переохлаждение, то есть связанное с нашим климатом, да, а что ещё? Может быть, питание неправильно или какие-то лекарства? Может быть, ковид вот недавно был? Вы очень правильные вопросы задаёте. Все эти моменты, они могут вызвать патологию почек. Значит, и основное, когда человек с патологиями почек обращается, но с жалобами, да, жалобы обычно какие бывают? Боли в пояснице, боли в поясничной области, слабость, да, изменится это мочи. Но здесь поле в пояснице нужно, значит, дифференцировать с неврологической патологией, патологией позвоночника. Обычно мы ищем там, если все анализы нормальные, всё по почкам, и мы считаем скорость клубочковой фильтрации. Тут мы смотрим уровень гератинина, очень мочевины, мочевой кислоты, то есть это фильтрационную функцию смотрим, организм, почки, да. Если это всё нормально, значит, это мы вместе с неврологом должны будем дифференцировать. Дифференциация идёт вместе с неврологической патологией, потому что боли в пояснице могут дать и, значит, протрузии, грыжи, остеохондроз просто банальный, да, значит, это. Плюс, значит, а что ещё, на что жалуется, да, человек? Жалуются на основном отёки, да, отёки. Отёки могут быть сердечного происхождения, если сердце у нас буквально, ну, грубо говоря, барахлит, да, тоже опять же тот же мотор сердца, это наш мотор, который укачивает кровь, прокачивает, наверное, так правильно сказать, а почки фильтруют. То есть то, что мы проглатываем, лекарства, то есть очень многие люди самолечением занимаются. От головы, от ноги там, от желудка. Аналитики, да? Да, стоишь в аптеке, когда заходишь в аптеку, да, вот и просто спрашивают, мне от головы надо, мне от живота надо, да, что-то там такое, да, всё, и, значит, всё проглатываете таблетки. Я ещё раз говорю, вся кровь, она фильтруется через наши почки. Всё, что мы проглатываем, берём рот и проглотили, в жидком виде, в твёрдом виде, это всё происходит очистка через почки. И получается, что в почках она, значит, если мы чрезмерно употребляем, злоупотребляем всем этим, значит, ну, неправильным питанием, да, неправильными напитками, лекарствами, да, всеми этими моментами, то, конечно, у нас с возрастом нагружается почка. В каждой почке у нас есть прирождение, нас природа даривает, в каждой почке по миллиону, ну, в среднем, да, по миллиону нефронов. Нефроны – это фильтры, которые очищают нашу кровь. Вот, и с возрастом, после 40 лет, значит, эти нефроны, количество нефронов уменьшается на 10%. Если старше 60, это уже, мы считаем, уже, это хроническая болезнь почек, второй, третий, вот такой вот, редко кто бывает. Это выявляется, мы болезнь, ну, вот, считаем функцию почек, фильтрационную функцию, скорость фильтрации, да, с кубочкой фильтрации, считаем по уровню креатинина, исходя от массы тела, исходя из возраста, да, возраста. Поэтому, когда приём приходит ко мне, я, значит, им говорю, в первую очередь делаем акцент на, значит, телосложение. Если ожирение второй и третьей степени, надо работать здесь вместе с эндокринологами, вместе с пациентом, да, вместе с терапевтами на снижение массы тела. Потому что насколько у нас объём массы тела, площадь массы тела, настолько у нас почки, которые вот 10 сантиметров, да, берут нагрузку. Да, поэтому человек насколько сохранён, но как бы среднюю массу тела не есть, ну, как бы не говорится, что вообще, чтобы ничего не ели, да, такого не бывает вообще. И когда говоришь человеку, это не есть, то не есть, запрещаешь, человек хочет наоборот это всё, да, ну, как бы синдром отрицания идёт, запрет. Поэтому я не люблю слово диета. Это нужно вообще до 5-6 есть всё, что хочет человек, что потребление. То есть человек, организм требует же, требует. И это хочет только кислое, хочет сладкое, хочет, да, например. Поэтому после 6-7 уже вот просто рот на замок. И нужно соблюдать более такое вот длительное голодание, скажем так, если в 7 вечера, то есть до 7-8 желательно, вот, конечно же, ничего не есть, чтобы дать организму отдохнуть, восстановиться, восстановиться, вот. Марфа Николаевна, вы упомянули хроническую болезнь у почек. Расскажите, пожалуйста, а кто чаще вот этим болеет, да, мужчины и женщины? Вы сказали, что старшее поколение больше, да, подвержены. Да, старшее поколение, мы уже сейчас считаем, что, ну, это общепринятое, старшее поколение, старше 60 лет, мы нужно проверить почки, проверить. А если у человека есть гипертензия, то есть это высокое артериальное давление, если у человека есть повышение сахара, то есть сахарный диабет, стаж, то это однозначно нужно стоять на учёте, обращаться, проверяться у нефролога. Потому что высокое артериальное давление, оно влияет, пагубно, на почки. Сахар, если сахар, то высокий сахар, это опять же через вся кровь проходит, я повторюсь, да, через наши почки, и получается вот сахар с повышенным уровнем сахарокровь, это как сироп, да, и вот я вот прямо показываю пациентам, что вот этот сироп с высоким, ну, кровь в виде сиропа, да, она, значит, как наждачкой через вот этот фильтр проходит, и всё вот это поражает. И происходит диабетическая нефропатия, да. А вот эти хронические болезни почек, они растут, заболеваемость, это вот какая-то тенденция отслеживается? Тенденция отслеживается, и это заболевание, оно, конечно, очень затратное для медицины. И я ещё раз говорю, сейчас вот оно вместе растёт, если вот сахарный диабет растёт, оно растёт, и хроническая болезнь почек. Если гипертензия растёт, гипертензия, то есть количество людей с высоким давлением выше, а не со стажем, если будет нелеченное артериальное давление, акцентирую на том, что нелечное. Люди ходят с высоким артериальным давлением, когда у них спрашивают, вы принимаете гипертензийные препараты, вам подобрали лекарства? Они говорят, ну нет, ну у меня же сегодня давления нет, я не буду принимать. А с возрастом сосуды наши немягшие становятся. Они становятся кальцинированы, они становятся твёрже, и они на наши эмоции вовремя не сузились и вовремя не расширяются. И через суженные сосуды, конечно же, у нас кровь протекает с затруднением, скажем так, поэтому и поражаются почки. И в связи, конечно, вот с этими моментами количество больных, хронической болезни почек, да, ожирения у нас сколько. Вот посмотрите по улице, когда проходите, вот сколько у нас с лишними килограммами, да, весом. Поэтому нужно здесь соблюдать, ну, я не люблю, когда, вот говорится, здоровый образ жизни, да, но всё-таки вот за собой, ну, ухаживать. Просто, наверное, любить себя и прислушиваться к организму. Вот вы говорили, что бездумное употребление лекарств, ну, скажем так, анальгетиков, да, может привести к болезни почек. А как вы относитесь к БАДам и витаминам? Витаминотерапия, значит, БАДы, ну, вообще, по сути, если взять ту же Корею и Японию, вообще в магазинах продаются БАДы. Витаминизация, то есть идёт витаминизация. Наверняка, скорее всего, те, которые у нас, мы в нашем регионе, мы витаминов получаем намного меньше. Ну, ладно, вот в городе Якутске у нас ещё есть возможность кушать фрукты, овощи, да, несмотря на то, что они очень дорогие, да, ну, себе можем позволить, те, которые могут ещё позволить. А на слегам, если посмотреть, если завоза нету, да, то у нас, что, откуда мы берём вот эти вот минералы, витамины, которые в фруктах, в овощах, в ягодах, да, поэтому я не рекламирую ни в коем случае никаких БАДов, но я сама принимаю. Сама я витаминизируюсь, и то, чего не хватает, дополняю именно биологическими активными добавками. То есть, ну, всё равно с рекомендацией врача, наверное, это всё-таки нужно делать? Ну, здесь нужно, вы знаете, значит, если вот сейчас послушать, меня скажут, да, БАДы принимают, значит, будем принимать. Здесь нужно уровень витамина проверять. То есть, сдать анализы? Обязательно. Обязательно сдать анализы. И если уровень калия, кальция, всех вот этих минералов, оно в достаточном количестве, нет необходимости принимать те же БАДы и витамины, в составе которых находятся эти минералы, которые у вас в норме, его не нужно гипервитаминизацию делать. Это тоже чревато определёнными последствиями. Безудержно кушать витамин Д, безудержно, бесконтрольно кушать витамины кальция, да, это всё приводит, опять же, к отложению, значит, камней, солей, да. И потом, значит, ещё один момент, когда мы принимаем лекарства вообще, когда мы едим, вообще большое, ну, такое определённое, необходимое количество воды необходимо принимать. Принимать утро, просыпаться, пробуждаться обязательно с водой. Этот момент никогда не надо забывать, потому что утром мы уже, ну, как бы у нас вся работа прошла, весь механизм пищеварения, всё прошло, в течение ночи у нас организм, и он истощается, хочет воды. И нужно хотя бы минимум два стакана воды утром принимать, чтобы очень хорошо очиститься от тех шлаков, от той переработки, которые наш организм сделал, помочь организму перед приёмом еды, после, значит, еды, также воды принимать. Плюс ещё лекарства, которые принимают, если человеку назначено лекарство, с обильным количеством воды. То есть вода нам помогает в пищеварении, в переваривании, в расщеплении тех ферментов, которые, значит, необходимы для усвоения. Угу. Огромное спасибо вам, Марфа Николаевна, за полезный и нужный разговор. Я вас поздравляю с наступающим профессиональным праздником. Желаю вам здоровья. И вам здоровья, дорогие телезрители и радиослушатели. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Через неё мы вернёмся в эту студию и уже поговорим с другим врачом, а точнее с детским врачом-эпидемиологом. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам в студию, задавать вопросы. Телефон 32 00 66 32 11 66. И у нас работает WhatsApp. Добрый день, дорогие друзья. Программа Якутска сегодня продолжает свою работу. На календаре 14 июня пятница – лето. А лето – это, как известно, активное время для всего живого, в том числе для микроорганизмов. Как избежать встречи с кишечными инфекциями этим летом, а если болезнь всё же настигла, как выйти из ситуации с наименьшими потерями? Об этом нам расскажет врач-эпидемиолог Матрёна Долгунова. Матрёна Гаврилина, здравствуйте. Не забывайте, друзья, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии 32 00 66 32 11 66. Я не устаю повторять эти цифры. И, конечно, у нас работает WhatsApp номер. Плюс 7 411 232 00 66. Сейчас у нас врач-эпидемиолог. Матрёна Гаврилина, скажите нашим телезрителям, радиослушателям, что такое кишечная инфекция? Здравствуйте, дорогие радиослушатели, уважаемые телезрители. Ну, с наступлением лета увеличивается риск заболевания острых кишечных инфекций. И она захватывает не только детское население, но и все категории. Но дети у нас более подвержены. Острые кишечные инфекции – это такая многообразная группа инфекционных заболеваний, они вызываемые самими разными возбудителями. То есть это могут быть бактерии, это могут быть вирусы простейшие и так далее. А ещё говорят, что кишечная инфекция – это болезнь грязных рук. Это так? Да, я с этим согласна. Потому что очень часто, как раз-таки 50% случаев происходит из-за того, что люди забывают элементарные, как сказать, навыки. Навыки, да, что надо перед едой помыть руки, что надо после посещения общественных мест помыть руки и так далее. Ага. А вот как протекает инфекция, когда нужно бить тревогу и обращаться за медицинской помощью? Ну, я думаю, наверное, большинство всё-таки сталкивалось с этими болезнями, да, и примерно понимает, что из себя представляет острая кишечная инфекция. Она обычно начинается с повышения температуры тела, боли в животе, может появиться тошнота, рвота, многочисленный стул, обезвоживание может происходить. И я бы тут сразу хотела бы отметить, что самолечением нельзя заниматься. Сразу вызывайте врачей, либо обращайтесь за медицинской помощью. Угу. Так вот. А в летнее время врачи регистрируют увеличение случаев заражения энтеровирусной инфекции. Вот что это за инфекция и чем она опасна? Ну, энтеровирусные инфекции – это тоже такая группа заболеваний инфекционных, которые вызываются энтеровирусами эха коксааки. Они очень многообразные. И клиника у них тоже такая, как обычная кишечная инфекция. То есть это может сопровождаться тошнотой, рвотой, болями в животе. И отличие энтеровируса в том, что могут появиться боли в мышцах, ещё присоединятся такие катаральные изменения, как фарингиты, катаральные ларингиты, фарингиты. То есть во рту, да, что-то в горле? Да, не только во рту. И высыпания могут появиться на нёбных миндалинах, либо по всему телу. И энтеровирусные, они представляют опасность тем, что они могут осложняться сирозными менингитами и поражениями сердца. Вот такие коварные. О-о-о. А вот какие существуют меры защиты от кишечных инфекций? Вот включая вот нашу энтеровирусную. Ну, меры защиты, они такие, на самом деле, самые простые. Их в медицине мы называем неспецифические методы профилактики. То есть это соблюдение основных правил гигиены. Мыть руки, да? Опять-таки мыть руки, да? Когда вот сходили в туалет в общественном месте, опять-таки перед видой, посещение общественных мест, всегда надо мыть руки. Детей надо обучать. Почему у нас детки болеют? Потому что у них не развиты как раз-таки вот эти навыки. Они у них не закреплены. Детки до года, вот примерно, да, около года ребёнке, они мир познают через руки, и они всё в рот засовывают. Поэтому у них как раз-таки риск заболевания очень высокий. Что можно сказать? А вот вы говорите мыть руки. А надо ли мыть, например, игрушки? Обязательно. Или вот фрукты. Ну, это понятно, что надо мыть. А вот есть какие-то правила за мытья фруктов и овощей? Я бы хотела начать с того, что есть такие правила обработки рук у медиков. Наверное, все медики это прекрасно знают. Со всех мы это требуем. Вот как моет обычный человек дома руки? Вы как моете, например? С мылом. А, как перчатки. Мы намыливаем руки и делаем как перчатки. То есть довольно-таки густую пену создаём и потом смываем. А ведь не всегда же так делают. Бывает так, что вот так быстренько-быстренько сделали, и всё, прошли дальше. А есть такой европейский стандарт по обработке рук, которым как раз-таки медики пользуются. Там, получается, мы максимально намыливаем, большое количество мыла набираем, обрабатываем вот так, как называть? Между пальцем, да? Сначала тыльную поверхность, например, левой руки, потом тыльную поверхность правой руки. Обязательно обработка межпальцевых промежутков. Далее мы делаем замок. И каждое движение мы повторяем не менее пяти раз. Далее обрабатываем большой палец, вот так, с двух сторон, обязательно запястье. И это дело мы завершаем тем, что вот так ругообразно обрабатываем кончики пальцев. Это очень полезно, когда вы работаете даже с чем-то вонючим, можно так сказать, да? Когда вроде руки моете, а запах остаётся. А вот эта методика как раз-таки очень хорошо помогает. И вымывает всю вот эту вот неприятную запах. А всегда ли нужно так мыть руки? Вот после каждого посещения туалета, после каждой прогулки, да? Желательно. Желательно, потому что я вот, например, приведу пример, да, вот больной человек, у него понос. Ну, он же не будет ходить вокруг и всем говорить, что у него понос, к примеру, да? Он уже источник инфекции. Он пойдёт, потронет поручень, дверные ручки потрогает. А мы пройдём в общественное место, ничего не знаем, потрогали, почесали около глаз, около рта. Это уже, получается, мы себе уже инфекцию занесли. И, соответственно, мы можем заболеть. Поэтому желательно всегда. Ага. Вот я хочу вернуться к овощам и фруктам. Вот как их следует мыть? Ага, обязательно. С мылом, не с мылом? С мылом не рекомендуется, потому что там мыло другое действие, раздражающее может дать в желудочно-кишечный тракт, да. Его овощи желательно мыть под проточной водой, обильной, да. И рекомендуется ошпаривать копячёной водой. Ну, как бы я сама этого не делаю, честно признаюсь. Я просто вот после проточной воды просто копячёной водой вот так поливаю. И всё хорошо. Некоторые, кстати, моют фрукты, я вот видела, с содой. Можно, в принципе, можно. Почему нет, да? Да, почему нет. Так, вопрос ещё, да. Всегда ли бактериальные инфекции больше связаны с продуктами питания? Вот раз мы заговорили, да, про фрукты и овощи. Вообще, каков способ передачи вот именно бактериальной инфекции? Ну, вот ранее, как озвучено было, есть контактный бытовой путь передачи, когда как раз-таки предметы через окружающие обстановки, через руки может передаваться, да. Есть сам пищевой путь, когда вот как раз-таки продукты сами уже заражены чем-то патогеном, либо условным патогеном как раз-таки, что может навредить нам, да. И есть ещё водный путь, когда некоторая часть этих бактерий попадает в воду. И употребление вот этой воды как раз-таки может привести опять-таки острые кишечные инфекции. А если, допустим, в семье кто-то один заболел, да, вот как других, чтобы они не заболели, как предостеречь? Я бы посоветовала такого человека изолировать в другой комнате по возможности. И не на ключ, конечно, запереть, но желательно, чтобы уменьшить его хождение по дому, чтобы этот человек больной, да, не заражал объекты опять-таки окружающей среды. Опять-таки он пойдёт, потрогает пульт от телевизора, опять-таки дверные ручки, чайник. И если семья контактная и будут себе это трогать, и опять-таки случится так, что это попадёт в организм, естественно, этот человек заболеет. То есть риск очень большой будет. А чем кормить ребёнка, вот если он заболел, даже если это лёгкая форма? Обычно же бывает, что вот не хочет кушать малыш. Чем его кормить? По питанию врачи-педиатры, они уже как бы дают на этапе оказания медицинской помощи рекомендации, да, по питанию. Но кратце я скажу, что надо кормить ребёнка тёплой, варёной, либо отварной пищей. То есть не надо острые давать, не надо жареное давать, не надо жирное давать, ну и так далее. У нас поступил ватсап вопрос. Телезрители, радиослушатели спрашивают, как вы относитесь к противодиарийным средствам. Они сейчас есть во всех аптеках в свободном доступе, и родители, многие покупают их. Ну, опять-таки, я повторюсь, да, вот у нас принято, что кто-то там какое-то лекарство принял, ему легче стало. Нет, пожалуйста, обращайте за медицинской помощью, и квалифицированный врач вам чётко и точно подскажет, чем лечиться. То есть самолечением мы не занимаемся. Ещё вопрос. Дети обычно на летний период уезжают в деревню бабушки. Последние, конечно, очень рады, много купят всё-таки вкусности, сладости и прочего. Какой совет вы можете дать бабушкам, дедушкам, чтобы ребёнок, внучек не заболел? Ну, я бы хотела сказать бабушкам и дедушкам, не пичкайте, пожалуйста, детей сладкими напитками, газировками, шоколадками, чипсами. Конечно, родители детям запрещают вот это, а бабушка с дедушкой с радостью вот это всё даёт. Это, да, там содержится большое количество сахара, как раз-таки они увеличивают проницаемость кишечника, и, то есть, опять-таки, увеличивают риск развития острой кишечной инфекции. И, по сути, сахар сам же вреден очень, и это по всему организму может бить. Опять-таки, зубы заболеют, что-то там ещё полетит, ну и так далее. Ну, как бы, наверное, всё-таки ограничивать не надо, то есть, давать какой-то вот в малых дозах, да? Да, в малых дозах, как раз-таки ограничить надо. Так, ещё вот вопрос, раз мы заговорили про путешествия, расскажите, пожалуйста, про дорожную аптечку, что должно в ней содержаться, какие лекарства, значит? Дорожная аптека, наверное, это планирует тогда дальнюю дорогу, да? Ну, скорее всего, я бы порекомендовала брать с собой то, что снимает спазм, лекарство назвать, да? Лучше не назвать, наверное. Ну, то, что снимает спазм. Да, то, что снимает спазм, то, что снимает раздражение кишечника. Я думаю, каждая мамочка всё равно знает, про какие лекарства я имею в виду. И регидрон обязательно для профилактики обезвоживания, в случае, если на дороге произойдёт, конечно, вот такая ситуация. Так, вопрос ещё такой вот. Раньше вот как бы вот про дизентерию мы слышали довольно-таки часто, да? Но это было много лет тому назад. А сейчас насколько она актуальна? Как вообще бывает она, нет? Ну, на самом-то деле, самый правильный, чёткий ответ, наверное, дадут сотрудники Роспотребнадзора, либо Фубузы, Центр гиены и эпидемиологии. Как раз-таки они ведут учёт именно вот экстренных извещений по заболеваемости и по нозологиям, которые именно фиксируются. Но я по своей памяти точно знаю, что за 2023 год зарегистрировано 13 случаев по всему региону, то есть Республике Саха-Якутия, и в 2022 году 10 случаев. То есть это очень мало на самом-то деле. Ну и большая часть это взрослое население болеет. А как она протекает, дизентерия? Ну, дизентерия, там симптомы точно такие же получаются, да? Опять-таки всё, что связано вот с нарушением пищеварения, опять-таки тошнота, рвота, да, интоксикация. Тут разница в том, что поражается больше толстый кишечник, и из-за этого, когда вот стул идёт, да, он уже идёт, со слезью, с кровью, соответственно, там возрастает риск появления язв, пенетрации, гангрены кишечника. И это всё может вылиться в перитонит. То есть мы всё понимаем, что это очень опасно, очень страшно. Вот вы говорите, что сейчас, в последнее время это уже не очень актуально, встречается крайне редко. А с чем это связано вообще? Мы стали там чаще мыть руки или вообще как-то? Это, наверное, больше связано с тем, что группы риска, они как раз-таки проходят как раз такую специфическую профилактику, то есть вакцинируются. Есть такие требования, что обязательно должны быть вакцинированы против гепатита А, против дизентерии. И как раз-таки я считаю, что это привело к тому, что уже на минимум идёт заболеваемость. А вообще от дизентерии откуда она берётся и к какой инфекции она относится? Ну, вызывается она бактерией Мишигелла, называется. Чаще всего заражение происходит от молока. Ну, бывает и через овощи немытые и так далее. Какие ещё ситуации должны нас насторожить и явиться поводом обращения к врачу? Вообще вот в летнее время, помимо острых кишечных инфекций, я бы посоветовала ещё защиту от клещей. Я чуточку не туда ушла, конечно. Но вот с наступлением лета мы все люди, Саха, мы любим в лес выйти там. Собирать лук. Да, собирать лук. Скоро ягоды пойдут, цветочки, фотосессии. Я вот смотрю, да, у людей, они с открытыми участками тела выходят в лес, и это очень-очень увеличивает риск именно укуса клещами. Я бы хотела посоветовать, чтобы, если вы ходите в лес, пожалуйста, обязательно... Защищать за на себя. Да. Закрытая одежда. Закрытая рубашка. Обязательно не шорты, а штаны. Использование ребреллентов. На стиле, да, штаны, да. Да-да-да. И время от времени проверяйте друг друга. И если всё-таки произошёл укус, да, вот извините, что перебила, обратитесь сразу за медицинской помощью. Если боитесь, не знаете, как выдирать клеща, обращайтесь за медицинской помощью скорее. Если сами будете выдёргивать, вы его испортите, и, к сожалению, лаборатория не сможет идентифицировать, был вирус в клеще или нет. Там, говорят, головка остаётся внутри, там что-то такое, да? Да-да-да. К сожалению, да, я с вами согласна, клещи у нас в Якутии стали появляться, скажем, годом их всё больше и больше, это просто ужасно, конечно. У нас поступил в WhatsApp вопрос. Здравствуйте, я всегда мою руки хозяйственным мылом, с 72% процентным, не использую никаких жидких мыл и гели. Насколько это эффективно? Конечно, эффективно, это очень даже хорошо. Ну как хорошо? Любые, использование мыла само по себе хорошо. Есть же люди, которые отказываются от мыла. Есть такие люди, оказывается, в моей жизни такие встречались, они хотят только водой мыть. Нет, обязательно используйте мыла. А если по возможности, например, да, вот, например, находитесь в ресторане, не можете помыть руки, потому что ребёнка несколько оставить, или сами не хотите идти, хотя бы пользуйтесь кожными антисептиками. Как раз после ковида их очень много стало, и они могут быть в таких маленьких индивидуальных упаковочках, чтобы в карман положил, пошёл, обработал руки, всё хорошо. Спасибо вам за ответ. Ещё в WhatsApp-вопрос у нас поступил. Все ли яйца вызывает сальмонеллёз? Какие ещё продукты могут вызвать это заболевание? Ну, сальмонеллёз могут вызывать не только яйца, получается, да, то есть не сами яйца, хотя и говорят, что сами яйца тоже могут вызывать как раз-таки утиные яйца, они так и представляют опасность. Употребление плохо термически обработанной курицы, например, индейки может привести к тому, что может развиться сальмонеллёз. Не все знают, что именно скорлупу от яиц надо мыть. Либо, если не помыли, после контакта с ним надо руки обязательно опять-таки обрабатывать, потому что сальмонеллла находится как раз-таки на скорлупе. Ну, получается, и поверхность тоже, да, допустим, и доска разделочная, и раковина может быть тоже тогда, да, если вот курицу мы там на ней разделываем. Да, да, поэтому рекомендуется использовать раздельные доски для сырых, например, да, пищевых продуктов. И отдельно для готовых. И, соответственно, и хранение в холодильнике должно быть раздельное. То есть не именно там по этажам, да, а раздельной посуде, чтобы они друг с другом не контаминировали как раз-таки. Так, ещё у нас один вопрос в WhatsApp поступил. Как вы относитесь к противорвотным средствам? С какого возраста можно их принимать? Опять-таки, не занимайтесь самолечением. И ещё раз повторяю. Конечно, когда под рукой есть вот такие препараты, хочется использовать, да, но мы же не знаем, например, да, в скольки вы дозе эти будете принимать, да, как часто будете. Вы себе только навредить можете. Поэтому лучше обращаться за медицинской помощью в речи. Вот если так получилось, что нужно обратиться к врачу, уже приходишь в больницу, вот что необходимо взять с собой в больницу и на какие вопросы надо быть готовым ответить врачу при приёме стационара? Ага. Что тут можно сказать? Обязательно наши документы нужны. Если это дети, то обязательно свидетельство о рождении или паспорт, да, если ребёнка уже 14 лет. Обязательно СНИЛС и страховой, страховка. А это обязательно как подтверждение личности. А то бывает, приходят и говорят, я же в базе есть, посмотрите, а при человеке никаких документов нет. И мы не уверены, что это именно тот человек стоит, да, поэтому, что ещё можно брать-то? Средства личной гигиены, что с собой надо, да. В принципе, если что-то дозабыли, например, да, это всё подвести можно. Спасибо вам за полезный разговор. И ещё раз поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Я думаю, что вы тоже хотите поздравить своих коллег. У вас очень мало времени для этого. Хорошо. Коллеги, друзья, всех вас поздравляю с наступающим днём медика. Вы все молодцы. Спасибо вам за вашу работу, за добросовестный труд. Я бы хотела вам пожелать здоровых, не здоровых, да, поменьше больных и побольше благодарных пациентов. Давайте так. Всё. Спасибо вам за разговор. Всего доброго. Ещё раз с праздником. Дорогие друзья, всем здоровья, всем удачи. Всего доброго. С вами была Ларина Сукуева, Якутска Сионе. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»